В рамках государственной программы развития предпринимательства на 2021-2025 годы по направлению портфельное субсидирование мерами государственной поддержки в районе Биэмбета Майлина профинансированы 24 индивидуальных предпринимателя на общую сумму 268 миллионов тенге. Основное направление это пополнение оборотных средств, а также инвестиции. Так как имеется скоринг, в течение трех дней буквально оформляется кредит через банки второго уровня, поэтому для наших индивидуальных предпринимателей это очень удобно. Предприниматель приходит к нам, перечень документов совсем небольшой, это удостоверение личности, сейчас программа вся интегрированная, все в системе сразу за пять минут обрабатывается и индивидуальному предпринимателю сразу же на месте говорится, одобрен ему кредит или нет. Таким образом появилась возможность расширить свой бизнес у Светланы Овчинниковой. Бизнесом женщина занимается уже 18 лет, пять из них торговлей, овощами и фруктами. Но Светлана на этом ограничиваться не хочет и вместе с напарницей решила расшириться. Обратилась в отдел предпринимательства, чтобы мне чуть-чуть помогли. Мне оказали помощь в рамках национального микрокредитования, выдали мне микрокредит под 5 процентов. Чуть-чуть кондитерским изделиями начали заниматься вдвоем с коллегой. Купили оборудование необходимое для этого. Помимо этого финансирование пошло и на приобретение сырья для выпечки. В арендованном помещении женщины и тесто сами замешивают и выпекают продукцию, которая пользуется спросом у постоянных клиентов. Я, конечно, очень довольна. Хотелось бы дальше расширяться. Надеюсь на поддержку, на помощь, что нам не будут отказывать, а также будут помогать. Хотелось бы даже, чтобы нам предоставили какой-нибудь грант. Другая предпринимательница из района Майлина решила заняться стиркой ковров и пледов. Благодаря государственной поддержке приобрела центрифугу для отжима ковровых изделий. Как рассказывает девушка, идея была спонтанной и размахиваться до производственных масштабов даже не планировалось. Мы купили керхер для машины и, собственно, возникла идея, давай постеряем домашние ковры. Постеряли, но потом дальше пошло-поехало. Сначала начали около дома, непрофессиональное, конечно. А потом ближе к зиме мы начали задуматься, а почему бы не продолжить нам данную идею, а почему бы это не расширить. Еще одна услуга будет пользоваться большим спросом. Эгерим планирует расширить штат. Пока работу на новом оборудовании освоили два наемных рабочих, которых работодатели обеспечили всем необходимым для комфортной работы в специфических условиях. Также требуется и произвести ремонт помещения, где непосредственно осуществляется стирка и сушка. Он несколько лет стоял заброшенным, поэтому как смогли его кое-как более-менее привели в порядок, провели отопление, свет полностью, постелили полы в некоторых комнатах для удобной работы парням. Приобрели им некоторые комплекты одежды для удобной работы, чтобы они не промокали, были защищены. Необходимую сумму для развития предпринимателя определяет самостоятельно. После подсчетов составляют договор намерения, в котором оговаривается, на что именно будут направлены финансы. Это может быть и оборудование, и сырье, и прочие расходы. Сумма портфельного субсидирования ограничивается до 5 миллионов тенге на пополнение оборотных средств и до 20 миллионов на инвестиции. Валерия Зиновьева, РТН, район имени Биэмбета Майлина, при содействии телекомпании «Акцент».